Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова провела приемы населения. На приемы с гражданами иду всегда с какой-то радостью. Расскажем о школьном медиа-центре из Лопатино. Газета должна же для детей быть. Если им кажется, что газета скучная по дизайну, начинаются добавляться какие-то смайлики. В историко-культурном центре открылась новая выставка под названием «Светопись». Да будет свет, говорил моя душа. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, курирующая вопросы образования, здравоохранения, культуры, спорта, работы с молодежью, развитие туризма, опеки и попечительства, провела прием населения в территориальном отделе Расторгуева. Вопросы, задаваемые жителями, считает Татьяна Юрьевна важные и требуют решения. Татьяна Брылова подробнее. Почти два часа длился прием заместителя главы администрации округа Татьяны Квасниковой в территориальном отделе Расторгуева. Первый вопрос по телефону задала жительница улицы Спаская. Елена Тюхай волнует состояние аттракциона троллей на территории местного парка, необходимость ремонта Расторгуевской библиотеки, освещение подхода к ней, а также другие вопросы. «Возможно ли в нашем парке сделать телекаток, горку для тюбинга, что-нибудь такие зимние развлечения?» По программе инициативное бюджетирование. Правда, не в парке, а во дворе дома 27 на Петровском проезде планируется организация катка. Об этом рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова. «Она размерная. Мы планируем по формате инициативное бюджетирование запустить проект, но она хоккейно-футбольная». «Если она пройдет по инициативному бюджетированию, то 100% она у нас с вами в следующей зиме будет». Целый список вопросов подготовила коренная жительница Расторгуевской части Видного Татьяна Коткова. Все они касались парка. Живя в непосредственной близости от него, Татьяна Владимировна пожаловалась на то, что очень много шума доставляют выходные, праздники в шатре. Кроме того, жительница внесла предложение о высадке деревьев – калины, рябины, боярышника, которые красивы в период созревания плодов. Татьяна Квасникова подхватила эту идею и пообещала, что сама примет участие в посадке зеленых насаждений. «Я нашла в Татьяне Юрьевне очень отзывчивого, очень позитивного. И, честно сказать, это очень приятно и неожиданно. Я надеюсь, что все мои вопросы, которые я озвучила, они не сложные на самом деле, они актуальные. Они наболевшие, они вот отсюда. Поэтому и как бы не для себя, как говорится, а Токма ради детей». Татьяна Юрьевна выслушала и местного депутата, который собрал вопросы своих избирателей и донес до администрации. «Все эти проблемы, они актуальны, к сожалению. И вот сегодня была встреча, и мы задавали вопросы по парку. Там есть очень много проблем с заездами, с внутренним содержанием. Поднимался жителям через меня вопрос по библиотеке, Росторгуйская библиотека. Она у нас старая, требует ремонта. Татьяна Юрьевна обещала откликнуться. Вопрос поднимался по шестой школе. У нас часть ремонта школы пройдена. Мы провели ремонт школы, администрация района провела ремонт. И требует вторая часть ремонта. Об этом тоже мы сказали». Сама Татьяна Квасникова отметила, что подобные встречи необходимы и очень действенны. «И мы сегодня, я думаю, что нашли целый ряд вообще путей решения каких-то проблем. Пусть они небольшие эти проблемы, но если их не будет, жизнь будет легче, радостней. Ну, я не знаю, я думаю, что возвращаться домой нашим жителям будет еще большее желание. Бежать к своему подъезду, в свой парк, который рядом расположен. Замечательная традиция, очень востребованная традиция. Я, например, на приемы с гражданами иду всегда с какой-то радостью». Ну, а чтобы решение вопросов не затянулось, чиновница пообещала выехать на территорию и своими глазами увидеть проблемы, волнующие жителей. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Велина Кошелева, Видное ТВ. Практически настоящий медиа-центр действует на базе Лопатинской средней школы. Ребята выпускают свою газету и радиопередачи на актуальные темы. Ближайшими планами юные журналисты поделились с нашим корреспондентом Галиной Житковой. «Внимание! Говорит школьное радио Лопатина-ФМ». Будущие звезды радио эфира делают свои первые шаги в новом для себя деле. Здесь надо не просто с выражением прочитать текст, а передать всю глубину и масштабность события. Ребята с поставленной задачей справляются. «Все события пока связаны с патриотическим воспитанием, потому что и ребятам пока эта тема близка, она им интересна. Они, то есть те, которые задействованы именно на школьном радио, у них как раз школьная программа с этим связана, то есть им это чуть ближе. В перспективе, я думаю, что у нас будет и музыкальный контент, и какой-то творческий, и конкурсы». Два выпуска, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, имели большой успех среди учеников. Всю программу разложили на пять голосов и выпустили как настоящий радиоспектакль. «Работаешь не один, а в целой команде. Вы вместе с другими ребятами можете не только читать и рассказывать другим, но и самим узнавать что-то новое. Я много узнал из битв под Сталинградом, а также про блокаду». А вот корреспонденты школьной газеты «Юный журналист» работают по проблемам сегодняшнего дня. В следующем выпуске запланированы материалы на актуальные темы февраля. Скажи, пожалуйста, какие главные темы следующего выпуска, на котором вы сейчас работаете? «23 февраля» и «Буллинг». «А что такое буллинг?» «Буллинг» — это когда школьников или кого-либо обижают. «Изучаем новую информацию, которую мы, может быть, не знали. Пишем для детей что-то, чтобы они читали это, тоже понимали, что происходит в школе». Процесс подготовки газеты ребята изучают пошагово. Будущие журналисты пишут тексты и учатся профессиональные верстки. Сейчас у школьного издания есть своя цветовая гамма. Но ребята уже выступают с новыми предложениями. «Газета должна же для детей быть. Если им кажется, что газета скучная по дизайну, начинаются добавляться какие-то смайлики, штучки, чтобы газета в первую очередь была интересна самим детям». Юные журналисты с удовольствием познают новый для себя мир новостей. Здесь надо не просто услышать, а понятно и доходчиво рассказать своим сверстникам. И, похоже, с этой задачей они намерены справиться на отлично. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Марина Алексеева – постоянный участник выставок «Мир глазами земляков», проводимых в историко-культурном центре. На этот раз открылась ее персональная экспозиция под названием «Светопись». В историко-культурном центре открылась выставка Марины Алексеевой «Светопись». Автор представленных работ, член Московского союза художников, – скульптор, график и церковный живописец. Последние годы проживает в нашем округе в селе Остров. Человек она верующий и свое творчество считает служением Богу. «Вот здесь работы представлены вот этого периода преодоления, когда я из темного рождала свет. Да будет свет, говорила моя душа». На открытии экспозиции собрались сотрудники администрации муниципалитета, родные и близкие Марины Алексеевой и просто любители искусства. «У нас на самом деле уникальные здесь бывают, конечно, истории, выставки в нашем историко-культурном центре. Но то, что происходит сегодня, я думаю, сравнить особо даже не с чем. Потому что, во-первых, мало того, что у нас сегодня вот сами вы здесь есть в гостях, есть в гостях вот эти замечательные ваши работы». Несколько десятилетий автор выставки занимается церковным искусством, росписью храмов и иконописью. О самых интересных работах рассказал ее муж Борис Алексеевич. Вместе с ним и стенописной «Артелью радость» были расписаны православные храмы в разных точках мира. «Еще один храм тоже такой экзотический, здесь он не присутствует в фотографиях. Мы расписали в Северной Корее, в Пхеньяне. Там как-то получилось все очень быстро, хотя все условия были к тому, что это невозможно было в таких условиях работать». В залах ИКЦ представлены разные направления творчества Марины Алексеевой. Скульптура, графика и, конечно, фрагменты стенописных росписей. Все работы автора объединяет одно – свет используется как главный материал, основа, из которой творец рождает новые композиции. «То, как она принимает участие в росписи самих храмов, в плане рисунка, потрясающе. Она все это чувствует. Но те, кто занимается этим, все они это знают, что это непросто». Уже несколько лет Марина Алексеева поддерживает дружеские отношения с видновским благочинием. Ее работы украшают церковь Казанской иконы Божьей Матери в села Молоково. «Одно из икон, все царицы, она подарила нашему храму. И она у нас на внешней стене храма висит, доступна в любое время. Вот очень красивый образ. Мы с тех пор дружим, периодически встречаемся, периодически я бываю у них в гостях». По словам автора, на экспозиции представлен лишь небольшой фрагмент ее творчества. Выставка будет работать до конца месяца. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Воплощенная красота и грация, а также верный друг и веселая затейница. Знакомьтесь, Луна. Одна из финалисток нашего новогоднего фото и видеоконкурса «Мой маленький тигр». Съемочная группа Видное ТВ отправилась в гости к победительнице. Луна появилась в доме Надежды Каревой после того, как девушка смирилась с мыслью о том, что мечтам о собаке сбыться не суждено. Тогда выпал-пал на ориенталов. Говорят, кошки этой породы по характеру и повадкам похожи как на своих собратьев, так и на собак. И, как показала практика, это действительно так. Она приносит игрушку. Ее можно обучить командам. Она очень умная и не дает спать с утра. Тоже будет. Ну, не гулять, а вот именно ей хочется любви, ласки. Поиграть. Другие породы как бы сами по себе. Ну, и должны кошки делать. Спать там 20 часов в день, а она нет. Она вот вечно сидит рядом. К выбору питомника Надежда подошла очень ответственно. Шестимесячную Луну привезли в Подмосковье аж из Новосибирска. Котенок довольно быстро освоился, подружился с хозяйкой и очаровал всех ее друзей. Поэтому, как только Надежда узнала о конкурсе нашего телеканала «Мой маленький тигр», сразу решила, что будет участвовать. Я не сомневалась, что она понравится людям и хотела показать. Просто очень редкая порода на самом деле. Я их очень редко видела. Но я очень обрадовалась, конечно. Я знаю, что она красивая, и я за нее рада, что она победила. Сейчас Луна уже умеет приносить мячик, выполнять команду «Сидеть». В процессе освоения следующая команда «Дай лапу». Правда, в присутствии нашей съемочной группы победительница засмущалась и отказалась демонстрировать свои умения. Но в нашем распоряжении есть подтверждающее домашнее видео. Ничто не портят такие коты, да и вообще домашние кошки. К ним надо относиться с пониманием. Они игривые и не все, конечно, но не надо на них злиться. Надо принимать их такими, какие они есть, и любить. В планах Надежды – обучить Луну еще большему числу команд, а также к лету купить шлейку и поводок и приучать своего черного котопса к уличным прогулкам. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова